5 градусов тепла. Совсем недавно прошел дождь. Однако смрад от гниющего мяса ощущается еще на подъезде к свалке. Что здесь будет летом, когда наступит жара, даже представить сложно. Свалка здесь появилась примерно 10 лет назад. Раньше на этом месте были силосные ямы местной птицефабрики. Руководство предприятия правила их эксплуатации соблюдало. Построили эту свалку и весь бардак пошел. Какие-то копыты, рога завезли. И обещают вывезти. Одни говорят, вывезем, другие говорят, не вывезем, закопаем. И непонятно. А мы здесь живем, дышим этой гадостью. Сейчас ни о какой санитарии и речи не идет. Останки скота разбросаны почти по всей свалке. Души умерших животных лежат в ямах и прямо вдоль дороги. Их привозят почти каждую неделю. Но откуда, местные жители не знают. Водители машин с мертвым грузом отмалчиваются. В любом случае это вредно. Это вредно по экологии, по всякому. Потому что мы же рядом живем. Вот первая улица, с краю, она как раз вот это сюда вот как бы это достает. И гниль, вот это запах, вот это. А кому приятно. Но запах это еще полбеды. В двух метрах начинаются поля. На них пасутся домашние животные. Больше просто негде. Местные власти обещают свалку перенести. Да только слова с делом расходятся. Сейчас мусорку заровняете, будете вот тут за углом опять мы. Вы не дышите, мы будем дышать. Что тут до этого было, вываливали. И лошадей, и коров. Довозили на Буцире, вот сюда, быка дохлого. И бросили вот тут на углу. Вы не дышали, а мы дышали. Сбрасывать и не утилизировать останки животных на свалке стали несколько лет назад. По закону это категорически запрещено. Штраф за такие действия достигает почти 400 долларов. Отходы животноводства нужно либо сжигать, или закапывать в специальных ямах. Иначе это может стать экологической катастрофой. Естественно, это последствия заражения разными инфекционными заболеваниями. Поэтому нельзя бесхозно выбрасывать продукцию животного. При этом владельцы животных или предприниматель будет наказан согласно административному кодексу Акрымской республики. Экологи-ветеринары о проблеме знают. Как, впрочем, и местная администрация. Но пока проблему решать никто не спешит. Руководство отказывается комментировать ситуацию.